всем привет и так это видео видео пример к предыдущему видео в котором мы говорили о трении на наклонной плоскости вот и вот у меня есть такой пример сейчас его запущу чтобы вы увидели вот вот она и вот у нас тело и она скользит 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 и ускользает но это я делал основе вот нашего вот этого рисунка который был в прошлый раз вот но здесь много всяких классиков добавилось так вот это надо удалить я сразу удалю он нам не надо close и вот это то есть это опять таки я взял из приду из примеров по предыдущим урокам вот приложение в качестве демонстрации вот я думаю тут ну главное не вы это да может быть со временем и подойдем к тому что уже создадим что-то небольшое где у нас будет учитываться и трение и столкновение и все такое но для начала нужно пройти все эти основы или вспомнить все эти основы и так что у меня здесь есть world world это просто ускорение свободного падения я все-таки решил оставить такое как у нас да на земле вектор это просто класс векторов вектор а у которого есть длина которого есть значение вот . это просто . который хранит x и y значение можно инвертировать можно переместить точку но это все нужно нам было для чего для того чтобы вот так вот более-менее хочу это нарисовать и так я сделал такую физическую модель это конкретно для этого примера она может быть не применимо и здесь много чего нету и то что есть кое-что лишнее вот поэтому это касательно этого примера давайте рассмотрим как прошлый раз мы рассматривали вот у нас есть тело на него действует сила притяжение вот на м умножить на же дальше сила нормальная сила или сила реакции называется она направлена перпендикулярно вверх от этой наклонной плоскость вот и еще действует сила трения которая обычно изображается вот вот сюда к этому минус x обычно она так изображается вот но в данном случае так как у нас это 2d мир или 2d игра то у меня эти силы вычисляются вот таким вот образом вот сила трения сюда со знаком плюс сила реакции сюда ну и сила притяжение вот сюда вот то по идее если мы это все сложим то мы должны получить результирующую силу вот с помощью которой мы уже можем узнать ну одну единую силу потом ее разложить как бы узнать какая общая сила действует но об этом я думаю наверное нужно будет сделать отдельное видео по сложению разложению этого всего вот так вот смотрите у меня есть для этого масса но масса на самом деле здесь пока не играет роли а вот а что еще хотел сказать же да для тела для каждого тела есть критический угол а вот при котором тело начинает у нас скользить так вот по обыкновению если 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 мы установим коэффициент трения в данном случае я уравнял эти два коэффициента статический кинетический потому что ну чем проще тем лучше вот так вот если мы установим единичку то критический угол наклона будет равен 45 градусов вот но в данном случае так как я водил вот эти вот координаты да чтобы смоделировать вот этот рисунок то мне пришлось уменьшать этот коэффициент до 0,4 для того чтобы тело при 23 градусах вот здесь у 23 градуса 23 2 там по моему вот начинала скользить вот ну можно проверить смотрите вот у меня есть модель я устанавливаю угол угол этот равен 20 тут 23 2 посчитала у меня 23 4 вот так сейчас смотрите мне есть модель когда я что-то делаю у меня там происходит пересчеты и у меня есть максимальный угол так вот при коэффициенте трения 04 критический угол равняется в градусах 21.8 то есть при этом угле уже тело начинает скользить ну к примеру если бы это у нас был шар то коэффициенты трения для него были бы очень маленькие и предельный угол мог бы быть я даже не знаю сколько там давайте поставим 01 01 я думаю я думаю это мы представим что что это у нас шар так давайте запустим да что ж ты будешь делать а как же то только что запустилось запускаем так это с предыдущего проекта это надо все по удалять вот сейчас я думаю уже все работать так запустим коэффициенты я поставил 001 да и давайте посмотрим критический угол для 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 вот 0,5 вот то есть совсем маленький наклон и и и и вот этот коэффициент трения для шара с очень и очень маленький вот но я думаю при желании вы можете со всем этим поэкспериментировать вот так давайте оставим 04 так вот вот у меня этот коэффициент дальше 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 я вот здесь сила гравитации это понятно это вот сила притяжения она всегда направлена вниз дальше сила нормальная сила данная сила реакции или нормальная сила еще это мы обсудили и сила трения сила трения сюда но она мне сюда так как у нас наклонная плоскость вот это нормальная сила вот это вот fn сила реакции если угол равен нулю то косинус нуля будет единичка и это сила скажем так будет равна силе притяжения но знак минус но это знак минус физики в наших мирах там может быть и плюс для того чтобы проще было вычислять или смещать объекты вот дальше дальше у меня здесь есть я храню угол наклона и заодно вычисляю максимальный угол наклона максимальный угол наклона зависит от от чего от непосредственно вот этого коэффициента статического да но они у меня уравнены вот и он вычисляется просто арктангенс вот этого коэффициента и мы получаем максимальный угол наклона или этот у критический угол вот что еще важно я здесь не учитывал важно что при наклонной плоскости у нас есть как бы внутри ситуации первое это когда а тело тело покоится вот когда не превышен критический угол вторая ситуация когда критический угол а когда угол наклона равен критическому углу и тогда тело движется равномерно и когда угол наклона превышает критический угол то тело движется равно ускоренно вот у меня же у меня же у меня же есть есть смотрите данном случае вот я вычисляю там вот это все сделано для упрощения чтобы каждый раз там не делать лишние вычисления вот но у меня есть функция в моей физической модели тому и способному использовал что это означает я проверяю если сила трения м фрикшен больше чем коэффициент вот это трение умножить на нормальную силу так вот если эта сила ну там по модулю можно я не знаю а больше чем вот эта сила значит тело начинает двигаться потому что если в данном случае если не делать этих проверок а постоянно вычислять ускорение то наше тело там может двигаться в другую сторону вот но можете поэкспериментировать вот и когда я понимаю что тело начинает двигаться то я вычисляю ускорение ускорение здесь вычисляется не так уж и сложно а нам нужно ускорение свободного падения умножить на синус угла минус вот этот коэффициент умножить на косинус угла то есть это в общем я получаю получаю общее ускорение вот дальше это ускорение надо разложить то есть разложить по осям по иксу и по игрек вот это все я делаю уже вот здесь вот здесь где у меня так это это вот объект вот когда я рассчитываю получаю ускорением дальше вот просто идет вот это значение ускорения и я смотрю от наклона да вот ну к примеру опять-таки косинус да если косинус будет равен нулю то есть угол наклона 0 то в данном случае вот это ускорение будет равно и ну ему же да смещение по иксу вот но опять-таки это можете сами сейчас просчитать вот так вот это вот таким вот образом идет разложение по иксу и по игреку потому что нам нужно знать все таки как перемещать в нашей системе координат вот этот объект а вот вот это что касается модели до в модели как бы здесь ничего сложного и пока нет есть сила гравитации нормальная сила и силы трения вот и все дальше можно рассчитать ускорение после того как я это ускорение рассчитал вот я вот здесь не учитывая то есть я не сравниваю угол критический с текущим углом наклона потому что я опять таки возвращаю я сказал что если углы эти равные угол наклона и критический то тело движется равна уз равномерно но в данном случае вот она будет двигаться вот так так чё это такой вот мы сейчас увидим то есть мы сейчас представим как будто как будто у нас эти углы совпадают вот сейчас я запущу то есть это на просто сделать проверку старт вот как мы видим тело движется равномерно без ускорения вот то есть угол критический совпадает с углом наклона и тело так вот двигается криво конечно туда-сюда скачет но только потому что здесь не долизано ничего и это в качестве демонстрации в качестве демонстрации того что не так уж все и сложно в моделировании самое главное это внимательность самое главное где-то что-то не пропустить теперь же если у нас угол наклона превышает критический угол вот давайте данном случае то у нас тело будет двигаться равна ускорена то есть каждым разом будет скорость увеличиваться и увеличиваться и вот она увеличилась и улетела скатилась вот но скатилась довольно таки быстро вот но только потому что здесь все таки это движение это смещение происходит за одну виртуальную секунду а реально это 30 кадров в секунду здесь идет привязка реально к кадрам а то есть реального физического моделирования здесь нет реальное физическое моделирование мы еще должны отталкиваться от времени сколько времени прошло вот здесь же у нас привязка к кадрам но ничего страшного там нет здесь можно просто уменьшить как бы это значение какое-то ну то есть разные способы да там могут быть вот либо это делать каждый второй кадр либо каждый четвертый кадр вот либо просто реально каждый тридцатый кадр делать вот эти вот смещения и тогда это будет происходить медленно это уже зависит от вашей игры и насколько вы это все там хотите моделировать вот так вот так вот так вот наверное не так вот а наверное все вот есть у меня я здесь просто понаписывал дополнительные классики которые я думаю в будущем нам всем пригодятся вот это просто классик для угла мы можем задать градусы получить районы почему так надо потому что все эти вычисления вот синусы они нам а мы вычисляем не на основе градусов то есть вот здесь не градусы а радианы вот поэтому 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 нужны радиан а но в радианах мы мы прям привыкли не к радианам а к градусам до соответственно написал такой классик и кроме всего прочего мне есть векторы а вот простой вектор 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 и вот здесь я его использую у нас в объекте вот 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 у меня в объекте есть вектор ускорение и вектор скорость то есть object это просто уже графическая модель который содержит вот эти четыре линии а вот d x d y насколько надо смещать да то есть я узнаю там ускорение не понимаю вот это вот смещение насколько надо сместить и значит все остальные линии должны смещаться с одинаковым смещением вот из физическая модель здесь есть вектор скорости и вектор ускорения вот соответственно вектор скорости вектор ускорения вещи взаимосвязаны вот ускорение она не меняется если не будут действовать внешние силы вот а скорость меняется вот но плюс равно это у меня у вектора у вектора у вектора перегружены эти операторы для простоты поэтому поэтому попробуйте создать какие-то свои нем свои небольшие мерки или мирок вот и попробуйте попробуйте ну не знаю что то смоделировать опять-таки в данном случае здесь нет проверки на столкновение объектов хотя надо было бы ну по-хорошему да то есть у нас нашим брусок должен скатываться вот скатываться скатываться пока не докатиться до низу там должен остановиться но это совсем уже другой разговор до моделирования этого всего вот поэтому 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 все поэтому всем спасибо за внимание этот исходник будет на гитхабе вот и ссылка конечно же на него тоже будет поэтому всем спасибо за внимание подписываемся комментируем я мог где-то кстати что-то неправильно здесь посчитать вот в школе учился давно и и и не помню вот и не было к сожалению времени посидеть повспоминать возможно я посижу повспоминаю что-то почитаю и сделаю отдельный видос по тупо просто по вот этим силам как их сложить как их разложить как получить результирующую вот возможно да ну может быть вот на таком же и примерчике как они складываются то есть как это делается на бумаге это было бы полезно я думаю всем потому что дальше все равно нужно будет складывать а что нужно будет складывать это вот вектора да вот эти силы представляются как вектора соответственно эти вектора нужно складывать когда мы складываем получаем что-то результирующие вот вот-вот-вот поэтому думаю все таки я посижу пока лупаюсь по вспоминаю и сделаю отдельное видео о вот ну 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 а если у меня есть ошибки где-то в расчетах то под допускаю вот не ругайте сильно а напишите где ошибка и почему но теперь точно все всем спасибо за внимание всем пока